Да, потому что нужно проповедовать в истине, а они проповедуют не истинно, ложно. Но их не поэтому, конечно, запретили там. Нет, ну, как вам сказать, они очень мягко говорят, в стиле очень мягко. Да, это называется, многие выберут себе учителей, которые льстили бы слуху. А православие это полнота, это обличение, это правда, лучше говорить, горькое, но правда, чем сладкое, но ложь. У них сладкое, но льгута немного. Да, да, там постоянно говорят о том, что мы, нам всем прощаются грехи, и всем прощаются грехи. Нет, 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 они льгуют. Просто я уже слышала, как-то льгут и не льгут, но самое удивительное, что если мы говорим, что мы грешны, то они говорят, что как только смерть, то грехи все с нас снимаются, и мы все будем почти святые. Неправда. А смысл тогда быть праведником? Нет, 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 я вам говорю, вот это вот. То есть это мягкость, это мягкость, это мистит, она как бы обнадеживает. Я все поняла. А то, что... Ну, это, Бог пугает нас адом, чтобы нас от него избавить, а сатана говорит, что ада нет, чтобы мы туда попали. Вот, вот они от сатаны как раз и делают вот это. Они душу не признают, ад не признают, говорит, вечных мучений нет. А если их нет, зачем мне быть праведней, какой смысл? Я буду грешить, пить, курить, воровать, убивать, насиловать. Если все грехи прощаются, так и зачем мне такая тогда? Ну, я говорю, это очень мягко, все это подается мягко, и она обнадеживает человека. А, обольщает. Обольщает, правильно, она обольщает. Поэтому помоги вам, Господи. Спасибо, спасибо и вас. Клина вас, Господь. Господь. Сегодня 23 апреля, благовестие на улице Ленинска. Вот так люди выглядят. Вот, что сейчас смотрят. Греховный мир, прелюбодейные и грешные. Мы проповедуем Евангелие. Да, от погоды много зависит в Сибири, матушки. Вот нету народу, и все. Вот она тебе, Барнаул. Столица Алтайского края. Народу нету даже, некому Евангелию. Подарок на Пасху. Пристос воскресенье. Сергей Павлович там стоит. Жюри тоже, страшную душу. Придите, Сибирь. Написано в Писании, обуйтесь, благовестие. Он принимает благовестие из салона обуви. Дай бог. Женщина в юбке идет. Редко такое встретишь. Парень Евангелие берет. Женщина в юбке тоже Евангелие взяла. Вот еще она стоит на отрезы. Карманная Евангелие. Ибо в кармане. Ибо в кармане, да, всегда должно быть. Молодой человек Евангелие взял. Люди даже боятся отвечать. Чувствуют напор Духа Святого. Чувствуют напор. Наверное, что-то есть. Ну, как бы, я понимаю, когда ты ходишь и что-то деньги там хочешь получить, и тебе, может, стыдно. А когда ты с такой точкой зрения, как духовной, никто не понимает, а что нужно? Да, в чем смысл? Евангелие. Сразу уши греет, да, и что-то там слушай, глядя. Евангелие. Христос воскресе. Евангелие. Идем к Сергею Павловичу посмотрим. Теперь мы находимся в паре с Сергеем Павловичем. Глядим на его работу. Следные его женщины подходят. Отрез. Само 70 людей немного. Много. ее. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот едут изображения креста, цивилизирует помощь, спасение человека в телесном плане. Молодежь. Никак не бывает. Игорь Владимирович на посту. Нет, не берут. Ветер тут, отойдем в сторону. Ветер тут, отойдем в сторону. И еще берут люди. Вывлекает обложка симпатичная, что сказать. Тоже это не православное здание. Это протестантское. Евангелие от Иоанна. Вначале краткое. Наставление в вере. Бог, человек. Вот. Вот Бог. А вот грех. Вот мы. Грех разделяет человека с Богом. И чтобы перемириться с Богом, нужно покаяться в своих грехах. И Христос нам откроет путь в Царство Небесное. Люди не хотят этого слышать. Хотят жить. По своим прихотям. Делать, что хотят. Не соблюдать заповеди Божьи. Отворить похотение дьявола. Из-за того пришел Христос мир, чтобы уничтожить дела дьявола. Мы проповедуем об этом. Посмотрел, отказался. Но это его выбор. Никого не заставляем. Какие дела? Какие дела? Какие дела? Это старая школа. Ни шкура не пробиваемая. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...